Приветствую вас у порога Дома молитвы евангельских христиан-баптистов. В этом году мы празднуем 400-летие Евангельского движения. Оглядываясь назад в историю, извлекая уроки, нам всем важно понять, есть ли будущее баптизма, будущее укрещенных по вере. Об этом мы и порассуждаем сегодня в нашем собрании, открыв Священное Писание. Благослови всех вас, Господь! Когда мы слушаем историю, когда мы размышляем о пройденном христианском пути, мне вспоминаются слова, которые, мне кажется, могли бы быть хорошей иллюстрацией той истории нашего евангельского движения, о которой мы сегодня вспоминаем. Это 128-й псалом. Здесь автор говорит следующее. «Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечистивых». Этот псалом был написан по мотивам, связанным с выходом еврейского народа из Вавилонского плена. Автор поэтически пытается оставить в памяти народной те следы, которые в сердце Израиля остались на все времена. Они подобны тому, как следы оставляет плух, который идет по земле. Все это было очень сложно, все это было очень трудно. «На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды». Но самое приятное, что он говорит далее, «но не одолели». Но не одолели. Вся история евангельско-баптистского движения полна самых разных драматических сюжетов. Но приятно сегодня, оглядываясь назад, всматриваться в лица отцов прошедших поколений и видеть в них дух победы. В чем секрет выживания евангельско-баптистского движения? И есть ли будущее нашего братства? Об этом я хотел бы сегодня вместе с вами немножко порассуждать. Вообще интересно, исследуя историю, я был удивлен, например, тем событием, что первый миллиардер Джон Рокфеллер оказался человеком, который регулярно отдавал десятину баптистской церкви. Судьба евангельско-баптистского движения была драматична, но вместе с тем Господь так заботился о своей церкви. Личность весьма неоднозначная, очень противоречивая, но Господь направлял в сердце и этого человека, и его средства, которые были в его руках, они были направлены туда, где угодно было Богу. В первом самом Библии говорит о том, что и будет он, как дерево посаженное при потоках вод. Кто он? Воля которого? В законе Господа. Такой человек, такое движение, такое братство никогда не будет оставлено и никогда не будет забыто. Далее еще, что я хотел бы отметить, исследуя историю в эти дни, первооткрыватель туристического бизнеса, как стало известно, Томас Кук, прошлым англичанин, это наш брат Баптист, который очень любил Господа, и первые деньги, которые он зарабатывал. Он вкладывал в развитие евангельского баптистского движения, он организовывал первые общества по борьбе с пьянством, с курением и другими пороками. Всю свою жизнь, борясь за евангельские ценности, он вкладывал не только свои таланты личные, он вкладывал туда свои средства и всевозможные. Он является отцом туристического бизнеса современной цивилизации. Но это наш брат. Это приятно, правда? В этом нельзя не увидеть божественного промысла. С другой стороны, читали историю, друзья, я хотел бы, чтобы мы посмотрели в лица наших братьев. Это было время трудное, когда на самом деле над ними проводились самые разные эксперименты, проводились эти длинные борозды. И несмотря на все это, в начале 20 века, знаете, песня — это поэзия души, это состояние человеческого духа. Через песню, через мысли, через поэзию можно понять духовное настроение человеческой личности, общества. Если посмотреть на то, что пели наши братья, например, в начале 20 века, это было то время, когда у многих еще не зажили раны от кандалов. И вместе с тем в евангельском братстве пелись такие необычно вдохновляющие песни. Например, над Родиной нашей восходит заря. О, братья и сестры, вставать нам пора. Казалось бы, раны должны были останавливать, сдерживать, но нет. Дух Божий, который наполнял сердца наших братьев и сестер, наших отцов, вдохновляв их быть мужественными, твердыми, жертвенными и последовательными до последнего дыхания в своей верности Господу. В 60-е годы наша баптистская история оставляет нам немало хороших примеров. И я отметил здесь бы нам брата. Это Николай Петрович Храпов, это присвитер Ташкентской церкви, который просидел в тюрьме более 30 лет. Он является автором книги «Несчастье потерянной жизни», может быть, многие ее читали. И автором стиха, который позже стал одной из прекрасных песен, как бы передающий эстафету молодому поколению. «Привет вам, Христово, цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вас грозно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой». Эти слова говорят о том, что независимо от тех переживаний и жизненных трудностей, в духе наши отцы и братья оставались непобедимы, они оставались несломлены мы. И слава Богу, в этом уникальность нашего евангельско-баптистского движения. И последнее, что я напомню бы, это более известно и всем вам, я напомню бы вам еще одну личность, это Вениамин Маркович Креймон, композитор, известный всем нам, до сих пор живущий и здравствующий, человек, вдохновением Бога, движущийся и служащий Ему, в жизни которого библейские сюжеты превращались в песни. Библия говорит, что дух дышит, где хочет. Если вспомнить одну из них, по мотивам книги пророка Исаии, сороковой главы, «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не следим? Он дает утомленному силу, изнемогшему крепость, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Эта песня появилась в 80-е годы, в то время, когда будущее еще трудно было предсказать, сколько людей пережили необычные обновления и вдохновения, слыша хоровое пение на слова библейских сюжетов. Бог использовал и этого человека. И все это говорит о том, что евангельское баптистское братство оставалось сильным, оставалось побеждающим, а не побежденным, только потому, что здесь присутствовало дыхание Духа Божия. Люди могли заставить кого-то замолчать, могли закрыть то или иное здание, но кто может остановить дыхание Духа Святого? Это не подсильно человеку. Если сердце человеческое открыто для Бога, если мы наполнены Духом Божиим, то мы непобедимы. Эта история позволяет нам сделать простой и понятный вывод, что до тех пор, пока мы остаемся в крепкой взаимосвязи со Христом, у нас есть будущее. Христос говорит очень конкретно в Евангелии Теянов, 14 главе, 19 стиха, в следующие слова. «Я живу, и вы будете жить». В этом основа нашей надежды, в Евангельском братстве есть будущее, потому что мы живем Иисусом Христом. В отличие от традиций и обрядов православной церкви, которая тщательно их хранит и оберегает, Евангельское движение отличало себя всегда поиском, страстным вживанием, жаждой личных отношений со Христом. Это составляло тайны Его личного счастья и движущих мотиваций и вдохновений. И потому Евангельское братство выживало и выжило и будет жить, потому что оно связано с Личностью Иисуса Христа. Как приятно, как утешительно, как вдохновляюще звучат эти слова. Очень приятно себя осознавать частью темы Христова, частью того, кто является сущностью вечного бытия. Христос сказал, «Я есть путь, истина и жизнь». И всякий, кто последует за Мною, не останется постиженным. Мы являемся частью этого великого Божьего будущего. Он уникально, но вместе с тем Он имеет свои взаимосвязи и обязательства. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна, уже в 15 главе, Иисус Христос сравнивает свои отношения с Церковью, образно представляя их в виноградной вазе. И здесь Христос говорит, «Я есть виноградная ваза, а вы ветви, который пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Далее в 7-м стихе сказано, «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудет, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Наше будущее весьма перспективно, потому что оно во Христе. Я уже сказал, что оно связано непосредственно с Личностью Иисуса Христа. Но вместе с тем, оно обусловлено вот этим простым словом «Если». «Если пребудете во мне». И это слово «Если» должно нас мобилизовывать, оно должно нас мотивировать к тому, чтобы вникать в себя и в учении, заботиться повседневно о том, чтобы всегда оставаться во Христе, чтобы никакие жизненные бури и обстоятельства не отвлекли наше внимание от главного, от того, кто является нашей жизнью, нашей истиной, нашей будущностью, от Личности Иисуса Христа. Наше евангельско-баптистское движение от западного всегда отличалось особой христоцентричностью. Если западных евангельских верующих спросить, например, о спасении, они вам просто ответят, мы спасаемся верою. Если спросить нашего верующего о спасении, он вам скажет, вера без дел, мертва. Это всегда отличало наше евангельско-баптистское движение. Если западный христианин всегда старался использовать преимущества, данные благодатью, для себя, и в этом смысле оно более эгоцентрично, то наше евангельское движение в своей исторической сущности, отличаясь с христоцентричностью, выделяется постоянной заботой не столько о себе, а о ближних. И потому мы в истории евангельско-баптистского движения всегда встречаем дискуссии, например, о внешнем виде, о ношении тех же платков. Мы встречаем дискуссию и добровольный отказ от винопития. Почему? Библия нигде это категорически не запрещает. Здесь глубинная мотивация, основанная на христоцентричности, она основана на поиске угождения Богу, она основана на заботе о ближних, как позже говорил апостол Павел, чтобы никого не соблазнить. Это очень интересно, очень уникально. Особенно в период 20 века наше братство отличалось не особой грамотностью, потому что в советский период категорически запрещалось нашим братьям и сестрам развивать себя посредством институтов высшего образования. Но вместе с тем искренность, простота и христоцентричность, то есть сосредоточенность на Христе обеспечивала нашему евангельскому братству преимущественное будущее, на которое сегодня по-доброму, даже с завистью обращают внимание многие христиане самых разных уголков земли. Наши отцы любили Слово Божие. Не столько в богословии, сколько в самой личности Иисуса Христа, сколько в самом евангельском повествовании, в биографии жизненной самого Иисуса Христа. Они искали ответы на жизненные вопросы, возникшие у них. Не с пониманием тех или иных богословских доктрин, они посредственно с личностью Христа они связывали свое решение, как поступить в том или другом вопросе. В этом ценность, которую следовало нам, друзья, беречь и хранить, передавая будущим поколениям. В этом же духе и говорит нам Иисус, прибудьте во мне. прибудьте во мне. В этом ответ на перспективе моего и вашего будущего. Те, кто еще не принял Иисуса Христа, друзья, я хотел бы вас пригласить ко Христу, потому что на самом деле Он один является ответом на все вопросы человеческой личности. В нем наше настоящее и будущее. Ищите Господа, когда можно найти, и призывайте Его, когда Он близко. Не всегда так будет. будет. Радуясь тем богатым наследием, которое мы получили от наших отцов, я хотел бы рассказать еще одну историю перед тем, когда мы будем молиться. Это было не так давно. Это было в Канаде. Устройство евангельских церквей в Канаде несколько отличается. Там церковь управляется больше церковным советом, чем общим, общинным таким членским собранием. Как-то сложилось так в одной довольно богатой истории евангельской церкви, что церковь потеряла пастора. И стал вопрос о том, чтобы обрести нового пастора. Этим занимался церковный совет. Они искали человека, который смог бы отвечать тем требованиям, которые были в этой церкви. И, наконец, нашелся, ему было отправлено приглашение. Он приехал познакомиться с церковью, некоторое время послужил в этой церкви, а потом, к удивлению всех, написал заявление и оставил церковь. Церковь снова осталась с вопросом поиска нового пастора. В этом была жизненная необходимость церкви. Прошло некоторое время, и церковный совет снова предложил церкви новую кандидатуру. Он послужил некоторое время, ознакомившись со всей ситуацией, ничего не сказав людям, культурно извинившись, написав заявление и ушел. Впоследствии среди церкви возникла дискуссия о причинах, что происходит, почему так. Очень именитая, известная церковь, богатая и количественно, и материально, и богата своей историей. В чем дело, почему люди, которых, как церкви казалось, отличает особая близость с Богом, оставляют нашу церковь. Церковный совет продолжал усилия, и прошло некоторое время, церкви была предложена следующая кандидатура. Было объявлено, что через пару недель этот человек появится и мы сможем представить его церкви. Но этот человек был уже опытный, до этого он уже более 15 лет служил в другой церкви, пришел в очень бедной одежде, сразу после того, когда он письменно согласился посетить эту церковь. И пока церковь две недели ждала, что он появится, он регулярно посещал собрания, беседовал с верующими, смотрел на все обряды и традиции, как отмечает история, что к нему за эти две недели никто так и не подошел. Церковь была очень сконцентрирована, ожидала появления нового пастора, и ей очень хотелось, чтобы это был лучший из возможных, который мог бы служить этой церкви. За эти две недели этот человек сделал некоторые аналитические исследования, ему стало известно, что эта церковь в этом городе уже долгое время не пользуется достойной репутацией. В этой церкви очень много именитых и влиятельных людей города, но вместе с тем репутация этой церкви весьма критическая. Люди относятся к этой церкви несколько критично и даже враждебно. Через две недели он надел красивый костюм, галстук и пришел наперед. Его, естественно, поприветствовали, ему дали слово, он познакомился с церковью, а после этого состоялась встреча с церковным советом. Он выслушал все их пожелания и вопросы и сказал, что я согласен принять служение вашей церкви при одном условии. Первое, если вы разрешите мне изменить название этой церкви и второе, что он сказал, я хотел бы изменить территорию вокруг Дома Молитвы, привнести некоторый галоритный вид у порога Дома Молитвы. Его стали спрашивать, какое вы хотите дать название, что вы хотите изменить. Он сказал, что если вы мне доверяете служение церкви, позвольте мне не открывать моей тайны. Дискуссия между церковным советом и пастором затянулась более месяца. Долгое время они не соглашались и пытались с разных сторон подойти к нему для того, чтобы все-таки выведать, что же он хочет изменить, какое будет дальше название церкви, что он хочет изменить у порога. Он крепко держался и наконец церковный совет вынужден был уступить. Все это время он проповедовал церкви, церковь расположилась к нему, он так и никому не открыл, что он хочет сделать. И наконец церковный совет объявил это церкви и церковь согласилась. На следующее время, на следующее воскресенье люди с особым интересом торопились к дому молитвы. Им было очень интересно увидеть, какие же перемены, какой сюрприз будет там. Вдруг у входа дома молитвы они крупными буквами прочитали церковь грешников. Это так возмудило людей. Сейчас людей зашло в зал, другие не заходили. Они с возмущением говорили, такое унижение мы еще не переживали никогда. Как это может быть? Почему мы согласились и многое другое? Но пастор был неумолим. Контракт был подписан. Втрое, что еще не увидели у порога дома молитвы, стоит очень огромный большой гранитный камень. Его спрашивали, зачем? Он ничего не ответил. Сказал, об этом вы узнаете в следующее воскресенье. Интрига продолжалась. На следующее воскресенье люди пришли в церковь и увидели на этом камне надпись «Кто без греха, первый брось камень». Пастор был предусмотрительный. Он поставил там такой камень, что поднять никто не может. Но вместе с тем он многому мог научить, что на самом деле сделал этот человек. он объявил истинную сущность духовного состояния церкви. Потому что название церкви контрастировало с той реальной духовной жизнью верующих. Это вызывало в людях некоторое недовольство и возмущение. С тех пор, когда горожане увидели перемены, они не знали, что появился новый пастор. У них появился интерес, у них появилось желание заглянуть в эту церковь. Что случилось с этой церковью? Была церковь евангельских христиан, баптистов, и вдруг стала церковью грешников. И мы же кажутся грешники. Может эта церковь для нас? Спустя немного времени эта церковь переживала огромное пробуждение. Церковь многократно умножилась. И во многом потому что церковь признала истинную правду о себе самой. Это во-первых. Они снова воззвали Господу как своему первосвященнику для того, чтобы испросить его милости и благодати, чтобы пережить новое обновление и освящение. И когда это происходило внутри церкви, мир не мог оставаться равнодушным. Вы свет миру, вы соль земли. Это производило необычные духовные изменения в городе. Горожане вынуждены были на это реагировать. Их повышался интерес. Это закончилось огромным пробуждением в этом городе. Друзья, только Бог и ваша совесть знает истинное состояние наше сегодня перед Богом. Я думаю, что каждый из нас чувствует для того, чтобы соответствовать этим высоким стандартам, заявленным нашими отцами в прошлых поколениях. Многим из нас сегодня нужно обновление. Мы нуждаемся в пробуждении. Очень важно, чтобы у нас было достаточно мужества об этом искренне и честно сказать в своем сердце перед Богом. Если мы это сделаем, у нас прекрасное будущее. И да благословит в этом нас Господь. Помолимся. Вот и закончилось наше богослужение. Мы очень рады видеть вас всегда в наших собраниях. Человек всегда нуждается в духовной пище. Приди и послушай слова, которыми спасешься ты и дом твой. indigenous твой бога и ты можешь и здесь покинясь Cóи и GE дыхание в а в л и в и твой